Мулинское рыбоводное хозяйство – один из главных поставщиков осетрины на нижегородские прилавки. С помощью субсидий по федеральной программе предприятие увеличило оборот рыбы почти в три раза – до 95 миллионов в год. Владелец хозяйства планирует и дальше расширять свое предприятие. Планов очень много. То есть, да, лишь бы денег хватит. Ну, во-первых, я еще раз говорю, очень хочется сделать все-таки огромный мальковый цех для производства форели осетровых. Сделать, скажем, пруды для отдыха там населения. То есть, ну, это рыбалка. Ну, планы огромные. Ну, и плюс, чтобы снизить там себестоимость все-таки мяса, мясо-рыбы, все-таки там хотелось бы построить еще комбикормовый завод свой. В рыбоводное хозяйство приехали депутаты регионального парламента, представители правительства области рыбоводческих хозяйств. Во время выездного заседания комиссии показали, как реализуется программа. Увенчала событие экскурсия по заводу, где сотрудники показали огромных осетров, таких, каких раньше ловили рыбаки на Волге. В 2018 году на эти цели из областного бюджета выделяется 16 миллионов 800 тысяч рублей, в 2019 году планируемая сумма 20,5 и в 2020 году 23,5 миллиона рублей. Эти деньги позволяют принципиально улучшить аквакультуру и добиться тех показателей, которые мы для себя спрогнозировали и уверены, что они будут. В региональном госохотнадзоре рассказали, что программа позволит увеличить производство рыбы в регионе почти в 2,5 раза к 2020 году, до 635 тонн в год. Это позволит сделать рыбные продукты более доступными для нижегородцев и сдержать на них рост цен. Действительно, предприятия получили поддержку государственную и сегодня можно говорить о том, что действительно есть результат. Если посмотреть внимательно, то уже на 1 ноября этого года мы имеем цифру 330 тонн товарного производства. Если сравнить с прошлым годом, то цифра была 220 тонн всего. По госпрограмме развития товарной аквакультуры нижегородские рыбоводы получают субсидии для компенсации 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал и субсидии на погашение части процентной ставки по кредитам. Работа программы позволит достичь нижегородской области рекомендованных ран норм потребления рыбы почти в 24 килограмма на человека в год.